всем привет вы на канале Алена Нелс и сегодня буду выполнять наращивание на довольно сложной ногтевой пластине обратите внимание насколько глубоко посажены ногти какие большие здесь боковые валики ногтевая пластина не арочная от слова совсем и поэтому предстоит довольно кропотливая сложная работа самое сложное считаю в такой ногтевой пластине это то что тяжело подставить шаблоны и ну конечно же в первую очередь на что это повлияет в носке здесь очень часто при неправильном наращивании при упущении каких-то моментов будут обязательно трещины в точках роста довольно рабочие ручки поэтому сегодня нам нужно будет хорошенько поработать также для того чтобы привести их в порядок ну конечно же сначала я убираю длину так как она нам абсолютно не нужна в наращивании единственный момент в котором мы можем оставить немного длины это когда мы выполняем наращивание на верхние формы но сегодня я буду выполнять наращивание на нижние формы на обыкновенные бумажные шаблоны а вернее у меня пластиковые довольно удобные кстати покажу вам впервые ими работала и мне понравилось как раз таки из-за больших высоких боковых валиков я и не выбрала верхние формы конечно же есть техника с тейпированием это когда с помощью тейпа такой пластырь кто не знает с хорошей клейкой основой и за счет него кожа оттягивается то есть мы как бы приклеиваем пластик таким образом чтобы оттянуть кожу от ногтей но я не захотела заморачиваться с этим методом я уже как-то работала пробовала эту технику все же я считаю что для этого у нас есть разные виды наращивания например гелевые типсы верхней формы либо же нижние шаблоны и ну я решила что нижний шаблон будет самым уместным простым и быстрым вариантом в наращивании в данном случае сразу хочу сказать что на наращивание и съемку что немаловажно этих этих ногтей я потратила три часа своего времени но хочу отметить что наращивание я выполняла не только для видео на youtube но и также для видео в инстаграм кто не знает меня в инстаграм очень много полезных интересных мк переходите ссылка будет в описании поэтому очень сильно это влияет на общее время выполнения работы и это именно было три часа но уверена без съемки я потратила бы на эти ногти не более чем два согласитесь сейчас ногти выглядят намного лучше мы выполнили маникюр зашлифовали натуральную ногтевую пластину и ногти уже в целом готовы к покрытию я их обезжирила убрала все что нам мешало для выполнения наращивания и я на эти ногти буду брать отдельно кисточку не кисть из флакона а почему потому что нам нужно здесь очень качественно подогнать базу во все труднодоступные места кистью из флакона это будет мало того что тяжело сделать так еще и вероятность затеков повышается очень сильно поэтому именно обычную тонкую кисть беру и наношу просто обычный средний слой базы данном случае я буду использовать базу торговой марки rocks это каучуковая база и в качестве подложки она мне очень нравится хорошую адгезию обеспечивает и это собственно то что нам нужно в работе с гелем ну а далее я беру свои новые формы они называются пластиковые нижние шаблоны и примеряю к ногтевой пластине смотрю где есть зазоры и в тех местах где форма не становится они являются четким продолжением ногтя я ее подрезаю в целом при наращивании на нижние шаблоны основным аспектом является то что мы должны подрезать форму таким образом чтобы она была четким продолжением ногти чтобы не было никаких зазоров ну и в данном случае у нас очень сложный тип ногтевой пластины который очень легко сделать взлетным в наращивании поэтому когда будете подрезать шаблон учитывайте этот момент и ставьте форму немножко вниз для того чтобы ногти были красивыми но не взлетными даже если с этими ногтями поставить формы как все говорят ровно ни вниз ни вверх то все равно по итогу эти ногти получатся взлетными потому что они сами по себе небольшие короткая ногтевая пластина она плоская не арочная поэтому здесь нужно все же шаблон ставить немножко вниз тогда форма будет очень гармонично смотреться ну а дальше я беру гель здесь у меня гель с поталью этот гель я заказывала в инстаграм магазин гель-шоп 1990 называется пишите вбейте в инстаграм кто захочет купить эти гели продаются у нас в украине не знаю возможно у них есть доставка за границу нужно уточнять этот момент у меня целая серия уже этих геля есть там и поталь серии есть и гели желе на этом сайте в общем очень большие очень большой вернее ассортимент поэтому если понравился гель которым я наращивала можете найти их в инстаграм ну и после того как я сделала подложки приступаем к выкладке основного слоя нашей архитектуры я ничего не опиливала как вы можете заметить старалась на готовность уже выкладывать материал чтобы мне особо не пилить но и еще в этом видео не будет момента опила формы почему потому что мы очень спешили плюс была съемка я не могла не снять эти ногти для вас так как это очень интересное как по мне наращивание получилось такие нестандартные ногти сложные то что нужно то что интересно как по мне ставьте лайк на это видео кстати если но действительно вам интересно и тогда я буду узнать что снимать на канал какие видео вам будут заходить скажем так так вот очень спешили поэтому много моментов упущено в этом видео например это опил формы к сожалению но здесь принципе я пила было немного я всего лишь заузила немножко ногти и убрала длины в работе с такой ногтевой пластиной очень важно выбирать светлые оттенки и какой-то нежный дизайн делать тогда это все будет гармонично смотреться что мы с клиенткой и сделали мы не стали сюда добавлять ничего никаких дизайнов все что мы сделали это добавили изюминку еще поверх геля с поталью мы решили добавить топ с мелкими блестками у меня здесь топ от торговой марки стефани и это flash топ с светоотражающими частичками очень как по мне он списался в наш маникюр и будет и сиять и в то же время нежно и аккуратно смотреться я этот маникюр выполняла около пяти дней назад примерно плюс-минус и знаю что клиентка уже привыкла к форме сказала что ей было поначалу тяжеловато но сейчас она уже привыкла и ей все нравится так что жду ее на коррекцию ну а если вы хотите видеть коррекцию этих ногтей обязательно пишите в комментариях я постараюсь отснять для вас такое видео нанесла сухое масло здесь не стала ничего вытирать все быстренько вам показываю по той причине что мы спешили поэтому извините уже за такой итог в масле но все же это сухое масло вот на этой ручке нужно впиталась и мы в большой спешке все это отсняли в результате и клиентка побежала по своим делам пишите как вам такое преображение нравится ли вам смотреть на сложные ручки ну и мне будет очень приятно всем большое спасибо всем пока